К сожалению, это единственная более-менее ручка хорошего вида и функционала, который смог приобрести в нашем небольшом городе, провинциальной столице. Я имею в виду шариковая многоцветная ручка фирмы Хадбер. Если правильно читаю, да, фирмы Хадбер. В ней четыре цвета. Сейчас подсветку включу, может быть лучше будет видно. Четыре цвета. Синий одновременно, когда выдвигаете синий, да и не только выдвигаете. Здесь имеется защелка для того, чтобы вы крепили либо на пиджаке, на кармане, внутри, на рубашке или снаружи, неважно как, либо где-то в сумке. Также имеется черный цвет, имеется зеленый и красный. То есть четыре цвета. Также можно любой цвет убрать. В центре, на вершине находится кнопка. То есть, какой у вас активирован, нажимаете на эту кнопку, он сейчас не будет активирован. Вообще многоцветные ручки, казалось бы, в чем проблема? Но их хороших, качественных ручек продают не очень много. В принципе, это еще раз хочу сказать, более-менее нормальный экземпляр, а стоит недорого, 100 рублей, которые смог приобрести. Смотрел даже на Алиэкспрессе. Продавец был, торговал японскими ручками. У него, по крайней мере, позиционировались как японские четыре цвета были в наличии, как здесь, я имею в виду, выдвижные четыре цвета в одной ручке. И также, насколько помню, был карандаш. Сама ручка, карандаш внутри был, насколько я тоже помню. То есть, четыре цвета плюс карандаш. Стоило все в районе около тысячи рублей, но просто в другом. Здесь, конечно, исходит цвет, быстрее оканчивается, это синий. Ну, я иногда и черным, если какие-то заметки делаю, использую. Но быстрее всего синий. И даже здесь у меня дорогой ручки, казалось бы, в пасте ничего серьезного нет. И тот тоже подбирал с трудом, да и ничего не подбирал. Я приехал в один магазин, синяя паста кончилась, начал менять, что-то там подрезать у новой пасты, чтобы она вошла туда. Ну, плюнул, начал покупать новую ручку, 100 рублей стоит, копейки. Поэтому, как только синий оканчивается, я покупаю новую ручку. У меня таких где-то, ну, я уже их куда-то девал, штук 10 скапливалось с использованной синей пастой. Ну, еще раз хочу сказать, ручка очень удобная. Вот здесь имеется антискользящая вставка, чтобы держать руке было достаточно комфортно. Пальцем руки, пальцем рук. Есть еще советские многоцветные ручки. Помните, были, кто в теме, они железные, ну, металлические, но не очень удобные. Это там не многоцветные, не четыре цвета, а, кажется, три цвета было. Зеленый, красный, синий, может быть, и четыре цвета, черный. Такие, в общем, дела очень удобно использовать, потому что что-то в тексте выделить вам, если делаете заметки, зеленым подчеркнуть, либо, наоборот, зеленым написать. Также использовать аналогично красный, черный. В общем, такая штукенция. Если кто будет заказывать эту фирму, обратите внимание. Я уж там и смотрел и другие фирмы, но очень, если где больше цветов, ну, выглядит детский, стоит дешевле, там чуть ли не шесть цветов. Вот прозрачный такой корпус. Ну, это единственный, еще раз хочу сказать, премиум вариант по внешнему виду и по механизму. Сколько я пользуюсь, они не ломаются, в принципе. В общем, дела такие. Ну, и выглядит, в принципе, не сказать, что бы совсем плохо. А сколько здесь? Так, 1,1,0 – это толщина, видимо, шарика. Multicolor. Многоцветная ручка. Это вот здесь прочитал. Это этикетки. Многоцветный ручка. Многоцветная ручка. Продолжение следует...